МАРТИН КЕСЛЕР Действительно, это важный вопрос. Конечно, можно свести к минимуму потребность в инвазивной ИВЛ, но полностью избежать ее не получится. Иногда попытки избежать проведения искусственной вентиляции могут нанести вред. Но мы знаем, что у значительной части детей, даже при условии, что после родов их перевели на поддержку методом СИПАП, через некоторое время происходит ухудшение состояния с возникновением потребности перевода на ИВЛ. Вероятно, у таких детей может достигаться некоторое улучшение при использовании неинвазивных методов ИВЛ с использованием сурфактанта, но детям с пограничной жизнеспособностью всегда будет требоваться ИВЛ с интубацией. Я думаю, стоит понимать, что все формы респираторной поддержки необходимо рассматривать как один инструмент, который следует использовать правильно. Не следует пытаться любыми способами избегать интубации, так как это может привести к нежелательным последствиям. Следует быть осторожными при использовании этого метода, не применять без четких показаний, но при этом, несомненно, будут возникать моменты, когда интубация необходима. Не следует доводить пациента до состояния, при котором стремление избежать инвазивных методов наносит вред состоянию ребенка, становится самоцелью, а не просто целесообразным ограничением проведения какой-либо инвазивной методики. Второй вопрос. Какой режим искусственной вентиляции легких вы можете порекомендовать в качестве базового режима на начальном этапе проведения искусственной вентиляции легких? У недоношенных новорожденных с респираторным дистресс-синдромом, который является наиболее распространенным показанием для проведения искусственной вентиляции, я настоятельно рекомендую использовать режим вспомогательной вентиляции с гарантированным дыхательным объемом по нескольким причинам. У маленьких детей повышено сопротивление в дыхательных путях, поэтому режим SIMV, синхронизированной перемежающейся принудительной вентиляции, не считается оптимальным для дыхательной поддержки, так как самостоятельного усилия обычно недостаточно для преодоления мертвого пространства. Я рекомендую вентиляцию с целевым объемом, так как вскоре после рождения комплайенс легких может меняться достаточно быстро, так как новорожденный начинает выводить жидкость из легких по мере того, как мы помогаем ему оптимизировать дыхательную активность и вводим сурфактат. Любые такие вмешательства приводят к быстрому изменению комплайенса. Обычно мы не можем достаточно быстро реагировать на эти изменения посредством ручной коррекции параметров давления. Поэтому дать возможность аппарату делать это автоматически, не дожидаясь результатов газового состава крови, является наилучшим вариантом начала вентиляции. Также было доказано, что эта методика сокращает продолжительность ИВЛ, что позволяет быстрее снять пациента с аппарата. Такой подход я предпочтительно использую для лечения маловесных недоношенных новорожденных. Каковы современные технологические решения снижения рисков бара и волюма травмы у новорожденных? Этот вопрос связан с тем, что я уже упоминал ранее. Вентиляция с гарантированным дыхательным объемом – это технология, которая наиболее эффективна для снижения риска повреждения легких, включая баротравму и волюма травму, а также повреждения головного мозга. По результатам нескольких мета-анализов было доказано, что этот метод позволяет сократить продолжительность искусственной вентиляции примерно на 50%, снижает частоту развития пневмоторекса и почти на 50% снижает частоту тяжелых внутрижелудочковых кровоизлияний и окложелудочковой лейкомаляции. Технология доступна, разработчики провели превосходную работу по созданию устройств и инструментов МИХ, позволяющих максимально снизить частоту нежелательных эффектов, связанных с механической вентиляцией. Мы, врачи, продолжаем работу по изучению того, как оптимально использовать эти инструменты. За годы работы мы достигли некоторых успехов в отношении определения оптимального дыхательного объема у различных пациентов в разных условиях. Оказалось, что этот выбор является одним из наиболее важных принимаемых решений в нашей работе. Итак, технология есть, инструменты имеются, и нам следует научиться ими пользоваться, чтобы достичь наилучших результатов. Вы говорили как раз о технологических решениях, поэтому, собственно, в связи с этим связан вопрос, какие из новых технических функций лично вам кажутся наиболее привлекательными, наиболее интересными и, собственно, для применения в ежедневной клинической практике? Я считаю, что инновации заключаются в устройствах, специально разрабатываемых для лечения недоношенных новорожденных. Это заявление неприменимо ко всем устройствам. В Северной Америке, где я работаю, имеется ограниченный выбор аппаратов. Дрэгер BabyLock VN500 действительно единственный, специально предназначенный для использования в неонатологии аппарат ИВЛ, который позволяет не только проводить вентиляцию с гарантированным дыхательным объемом, но также обладает превосходной функцией компенсации утечек, что позволяет правильно производить измерение дыхательного объема и осуществлять его настройку, даже в случае больших утечек мимо эндотрахеальной трубки. Большинство других аппаратов ИВЛ не обладают такой функцией. Это обусловливает риск непреднамеренной гипервентиляции при серьезной утечке и невозможности проводить вентиляцию с гарантированным дыхательным объемом. Я очень рад возможности не только работать с функцией гарантированного объема, которая существует уже в течение многих лет, но и функциям адаптации и компенсации утечек, которые предотвращают автотрегирование, включают сложности, связанные с прекращением раздувания легкого. Эти функции обеспечивают правильное измерение дыхательного объема или правильный расчет фактического объема, поступающего в легкие ребенка, даже при утечке 60-70%, что очень важно. Несколько лет я написал статью, в которой предлагал вернуться к использованию эндотрахеальных трубок с манжетами у новорожденных. Как раз из-за таких проблем с измерением дыхательного объема при наличии утечки при использовании эндотрахеальной трубки. А потом компания Дрегер выпустила аппарат ВН-500 с его эффективной функцией компенсации утечек. И я сказал, неважно, нам не нужны трубки с манжетами. Это действительно важная разработка, которую, как я считаю, многие специалисты недооценивают. Насколько трудно минимизировать повреждения мозга у глубоко недоношенных новорожденных детей, которые находятся на искусственной вентиляции легких? Какова современная стратегия защиты этого органа? Предотвращение повреждения мозга – очень важная часть нашей работы. Мы фокусируем внимание на легких, но при этом также возможны повреждения мозга. Из опубликованных данных нам известно, что на ранних этапах жизни новорожденного к факторам, связанным с тяжелым внутричерепным кровоизлиянием, относятся повышение уровня СО2, а значительное снижение СО2, парциального давления углекислоты, связанного с развитием перевентрикулярной лейкомаляции. Но по результатам крупного вторичного анализа, результатов исходных данных исследований видно, что наиболее существенным фактором риска является изменение СО2. Это возвращает нас к вопросу о важности вентиляционной поддержки с достижением целевого объема, которое обеспечивает возможность поддержания стабильного минутного объема дыхания, несмотря на быстрые изменения комплайса, изменения силы спонтанного дыхания ребенка и других факторов. Повторюсь, мы располагаем нужными инструментами, но следует научиться использовать их с максимальной эффективностью. Одной из проблем, с которыми сталкиваются иногда врачи при использовании вспомогательных режимов вентиляции, является то, что иногда врач не задает достаточно высокую частоту вспомогательного дыхания, позволяющую избежать изменений минутного объема дыхания при развитии апноэ у ребенка. Поэтому при использовании режима вспомогательной вентиляции производится поддержка каждого спонтанного вдоха. Частота дыхания маловесных недоношенных новорожденных обычно составляет 60 в минуту при адекватной поддержке. Однако известно, что у детей с экстремально низкой массой тела иногда возникают дыхательные паузы, и они могут не дышать в течение некоторого времени. Если частота дыхания поддержки задана в значении, составляющем 50% от частоты спонтанных дыханий, минутный объем дыхания в этот период снизится вдвое. Это приведет к изменению ПЦО2, чего как раз и не следует допускать. Поэтому я рассматриваю поддерживающую частоту дыхания при использовании вспомогательного режима вентиляции как страховку для канатоходца. И вопрос заключается в том, как далеко вы позволите ему упасть перед тем, как поймаете его, в вашей страховке в виде поддерживающей частоты. Я рекомендую устанавливать частоту дыхания не менее 40 в минуту у маловесных недоношенных новорожденных, что предотвратит быстрое изменение минутного дыхания. И снова, у нас есть инструменты. Вентиляция по целевому объему. Есть надежные средства для обеспечения стабильного минутного объема дыхания, которые являются основными для предотвращения повреждения мозга. Конечно, это не единственный механизм, обуславливающий повреждение мозга. Существуют другие проблемы, связанные с механической вентиляцией. Например, чрезмерно высокое среднее давление в дыхательных путях, что может приводить к нарушению венозного возврата от мозга. На эту проблему нельзя повлиять с помощью технологий. Это врач должен распознавать и реагировать на изменения. Но в целом, уже разработаны определенные технологии, позволяющие нам оптимизировать неврологические исходы. Как можно оптимизировать процесс отлучения от ИВЛ и экстубаций? Существуют разные методы отлучения от ИВЛ. Мы стремимся разработать метод правильного прогнозирования успешной экстубации. У нас есть инструменты, и у нас есть вентиляция с гарантированным объемом. Такая вентиляция в целом позволяет более быстро отлучить пациента от аппарата. Она в реальном времени снижает давление на вдохе, при этом нет необходимости дожидаться результатов анализа газового состава крови. Нет траты времени на принятие решения. Неоднократно подтверждалось, что эта методика обеспечивает более быстрое отлучение пациента от ИВЛ. Это уже существующая технология, которая является более эффективной, чем снижение давления вручную. Существуют и другие подходы, оформленные в виде протоколов. Есть методики отлучения от аппарата, которые также позволяют быстрее достичь желаемого эффекта по сравнению с ситуацией, когда никакого протокола нет. Однако никто не проводил прямое сравнение протокола отлучения вручную с применением вентиляции по целевому объему. Но в целом отлучение от аппарата следует рассматривать как приоритетное направление и вентиляция с гарантированным объемом некоторым образом автоматизирует этот процесс. Возможность прогнозировать момент, когда ребенка можно безопасно экстубировать, все еще недостаточно изучена. Сейчас все еще продолжаются исследования, которые могут улучшить способность такого прогнозирования. В настоящее время неудачная экстубация остается достаточно частым явлением с серьезными отрицательными последствиями для новорожденных. Важной целью в нашей работе является способность прогнозировать успешную экстубацию. Какие признаки могут сообщить о неготовности еще к отлучению новорожденного от ИВЛ? В общем, нам известно, что вероятность неудачи выше у незрелых новорожденных, как и у детей с более высокой степенью вентиляционной поддержки, и детей, для которых требуется высокий процент кислорода на вдохе или относительно высоким парциальным давлением углекислоты. Все эти факторы указывают на потенциально неудачную экстубацию. Критерии следует рассматривать индивидуально. Вероятно, глубоко незрелому ребенку потребуется экстубация с ограниченными условиями, а более крупные дети могут переносить повышенные нагрузки. Но сложно прогнозировать некоторые формы неудачной экстубации, например, при отеке легких, так как отек не проявляется, пока не излечена эндотрахеальная трубка. Из опубликованных данных нам известно, что у детей, которым проводилась повторная интубация, повышен риск развития отека легких. У детей с предыдущей неудачной экстубацией, связанной с отеком легких, повышена вероятность повторных неудач по той же причине. Поэтому для снижения такой вероятности следует назначать короткие курсы лечения дексаметазоном. Я считаю, что оценка спонтанного дыхания имеет важное значение, потому что если ребенок не способен самостоятельно дышать в течение 3-4 минут через эндотрахеальную трубку, экстубация, вероятно, будет неудачной. Даже если проведенный прогностический тест самостоятельным дыханием по результатам проведенного исследования ниже, чем указанный в ранее проведенных исследованиях. В моей личной практике я выполняю такой тест. Если у ребенка снижается оксигенация, если он не может самостоятельно дышать в течение 3-5 минут, это явное указание на неудачную экстубацию. И лучше выяснить это до извлечения эндотрахеальной трубки и возникновения сложностей, связанных с повторной интубацией. Спасибо, друзья. С вами был профессор Мартин Кетцлер. Увидимся. Субтитры подогнали Симон.